Мольбы, с которыми во время заупокойной молитвы Желательно обращаться к Аллаху заумершего О Аллах, прости, помилуй и избавь его И окажи ему милость и хороший прием И сделай место его входа просторным И омой его водой, снегом и градом И очисти его от прегрешений, подобно тому Как очищаешь ты от грязи белую одежду И дай ему взамен дом лучше его дома И семью лучше его семьи И жену лучше его жены И введи его в рай И защити его от мук могилы и от мук огня Следует отметить, что «ху» Слитное местоимение мужского рода единственного числа третьего лица Которое употребляется в тех случаях, когда речь идет о мужчине Если с мольбой обращаются за покойную женщину Вышеупомянутое местоимение во всех случаях заменяется на слитное местоимение женского рода единственного числа третьего лица Например Аллахум агфир леха вархамха Аллахум агфир лихайنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا Аллахум من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توافيته منا فتوافه على الإيمان Аллахум لا تحримنا أجره ولا تضلنا بعده О Аллах, прости нашим живым и мертвым Присутствующим и отсутствующим Малым и старым Мужчинам и женщинам О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, кому ты даруешь жизнь Жили по установлениям ислама А те из нас, кого ты упокоишь, упокой в вере О Аллах, не лишай нас награды за него И не сбивай нас с пути после его смерти Аллахумма إنна фулана бна фулан Фи зимматика вахабли дживарик Фақхи мин фитнатил кабри ва азабин нар О Аллах, поистине такой-то сын такого-то Находится под твоей защитой и покровительством Упаси же его от испытания могилы и мук огня Ведь ты верен обещанию и правдив Прости и помилуй его Ведь ты прощающий, милосердный Аллахумма О Аллах, раб твой и сын рабыни твоей Нуждается в твоем милосердии Ты же не нуждаешься в его мучениях Если он творил благие дела То увеличь его награду за них А если совершал дурное То не взыщи с него